Здарова ребята, добро пожаловать на новую серую паспаржи, меня нормально видно? Направляемся мы сейчас в город Екатеринбург на ЕКП Стэнд Смит, встретиться с нашими местными екатеринбургскими стонсерами так просто пообщаться, подружиться и обсудить некоторые планы на лето, а также заодно заценим их тачки, что они там наделали, что наказепорили, так что ставьте большой лосось, смотрите дальше. Приехали мы на Радугу, на Верхний Ярус, Марковкино, ЕКП Стэнд Смит. Нас удовольны таки хорошо приняли и оценили тачку, не знаю, будем следить, стремиться дальше, удивлять народ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спустя долгое-долгое время я наконец-то решился помыть подкапотку. В принципе, вот результат, но это еще не финалочка. Тут нужно пройтись с хорошим таким средством или даже бензином, чтобы убрать все какие-то, как скажем, пятна гудрона, которые налетели, потому что у меня нет арок пока что. А так, собственно, более-менее все цивильно хорошо. Думал, по поводу нулевика, чтобы это еще более-менее компактно смотрелось. Вот так, все, ничего, в принципе, лишнего, все только нужное и красивое. Здесь такой кумар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, в общем-то, приняли нас нормально, особо там не с кем было общаться, потому что никого не знаю. Кто с кем хотел пообщаться, к сожалению, не было. Все куда-то разбежались, а машины стояли. Что могу сказать? В принципе, не увидел ничего такого прямо интересного. Все что-то как-то, что было в прошлом году на Акрофобии. Здесь там вот эту табличку сделаем, ссылку на Акрофобию обязательно. Это наш Свердловский стенд-фестиваль, так скажем, больше такой к Европе склонен. То есть, ну, к европейскому стилю. И все. Получается, особо не было ни с кем разговаривать. И, в принципе, блин, машина всех заинтересовала. Было видно по их лицам. Да. Вот. Ну, просто реально. У меня из русских машин был только я, ну, и Жигули там. Семерки, пятерки, шестерки. Все, даже троек не было. Как бы и двушек, копеек. То есть, такая более-менее только классика. Такая уже такая современная. Ничего там под олдскул такого прям не было. Все. Спаржа очень хорошо ведет себя по трассе. 160 стабильно. Прям это очень здорово. Даже мотор, я его утром мыл, даже не вспотел вообще ни капли. То есть, как было там чисто, так и есть чисто. Только, ну, пыль, понятно, с трассы. И то там пыли буквально чуть-чуть. Ну, показывать нет смысла. Там просто, ну, чистая подкапотка. То есть, я очень рад этому. То есть, не зря отдал деньги на мойки. И мы вместе с мойками это все дело драили. Так же, вот моя резина. Так, в общем, собственно, вот сама резина. Federal Super Style. 205 на 45-16. Почему я выбрал именно такую ширину и высоту профиля. Потому что, во-первых, у меня разварки. Во-вторых, мне нужен более-менее хоть какой-то комфорт. Ну, при таком сетапе, допустим, даже скажем. И, опять же, у разварок есть такая особенность. У нее нет ровной полки до, как сказать правильно, забыл уже. До этой кромки, на которую одевается резина. Ну, этот бортик, вот реально, за который заходит резина. И все, она садится на диске. И вот, получается, на разварках, вот в том-то и вся проблема. То, что так просто резину любой шинщик не натянет. Мою резину приходится взрывать этим бустером. А взрывает у нас только один человек в городе. И только, ну, в одном месте получается. И то, он работает два через два. И его еще надо поймать, когда он работает. Так вот. И, опять же, тут уже идет расчет больше из ширины и высоты профиля. Чтобы двести пять начнулось на девять семьдесят пять. Ну, грубо говоря, без сантиметра десять джей. То есть, вот получается, вот такой вот стрейч. Довольно-таки, в принципе, неплохой. Вот то, что я наблюдал сегодня, это, ну, достаточно очень хороший стрейч. Да, резина может чуть-чуть высоковато. Но, в принципе, вот даже сейчас я ехал по трассе из Екатеринбурга. Прям очень доволен. Прям больше даже не хочу ни меньше, ни больше, ни уже, как бы ни шире резину. Мне все устраивает. То есть, вот такая вот елочка у меня будет, которая просто будет держать дорогу. Ну, правда, чуть-чуть шумновато, но, в принципе, на больших колесах и на автовазе без шумоизоляции, это, как бы, ну, в пределах нормы, я бы сказал. Так, в общем, вот. Дальше приступим к резине. Досталась мне резина за 15 тысяч четыре штуки. Очень повезло, как раз склад находился, ну, склад-магазин находился в Екатеринбурге. И мне заставили резину за три дня. Можно было быстрее самому, конечно, уделить четыре часа, садить туда-обратно, забрать резину. Но, как бы, ну, пофиг. Резина мне не горела. И я подождал три дня, заплатил 300 рублей за доставку. Все пришло, все отлично, все хорошо. Очень нахваливают Federal. Прям это, грубо говоря, даже не грубо говоря, а так и есть. Это самая лучшая резина за свои деньги. Дальше уже идет Toya и что-то дальше. Я уже забыл, какие там резины, какая у нас резина дальше идет. На Toya я даже ни разу не ездил. Я вот езжу сейчас только вот на своей вот этой китайской или японской резине. Old Slide, или как-то так она называется. V586. Очень, кстати, довольно-таки хорошая резина. Несмотря на то, что было 20 градусов и мы ехали по трассе, она достойно так держала. Может, это и играл натяг. То есть при кочках она никуда, машина не уползала, как на обычной жирной резине бывает. Заезжаешь в кочку и тебя начинает как желе болтать. Если честно, я не знаю, как будет свести себя вот эта резина. Но я ездил сколько на лысый резин 25-45. Там буквально без корда, без протектора. Все было нормально. Ну, не знаю. Это опять же говорю, это моя... Ну, это мой второй комплект новой резины. Ну, как-то так. Один из косяков, который был, это отвалилась моя подсветка. То есть диоды просто на кочке упали. Ну, и все, собственно. Опять уже второй раз ехать к этому электрику, который занимается светодиодами. И чтобы он опять мне все это дело вклеивал, разбирал, не знаю. Да, первый раз я ездил к нему, у меня просто подсветка моргала. Ну, то, что там заводская пэка, она ненадежная. Там буквально шевелишь чуть-чуть и все это то горит, то не горит. А здесь она сейчас просто на трассе отпала. Было, конечно, стрёмно. Ну, что поделать. Наступил вечер понедельника. Немножко намаялся я сегодня. Ездил на металлобазу. Забрал свой кусок железа, то есть будущие арки. Вышел мне этот кусок в 2000 рублей. А так, должен был он стоить по сути около 1000. А это... Почему 2000? Потому что там мне насчитали какой-то вот этот, блин... Даже забыл, как... Некомиссионный сбор, а... Не могу вспомнить, ладно. В общем, одел я сейчас свою наконец-то летнюю резину. Не получилось мне заснять процесс одевания резины. Потому что, опять же, я был один на работе. И мне пришлось оставить машину в шинке и уехать. Как бы, и вот сейчас получается полчаса на работе побыл и приехал обратно. Забрал машину. В общем, смотрите, что получилось. Ну, вот, собственно, как выглядит сейчас колесо, одетое с резиной. Ну, в принципе, неплохо, могу сказать. Интересно так смотрится с таким рисунком. Ну, правда, жирновато. Но, опять же, не зима. Уже более как-то по-боевому. Стрейч не изменился. Стрейч все тоже. Ну, хотя нет. Немножку подушел. Ну, что поделать. Решал тут немножко поэкспериментировать. По делу белые надписи. То есть там еще снизу. В принципе, выглядит неплохо. Но что-то, если честно, мне не хочется особо колхозить. Пишите в комментариях. Будет нормально смотреться или нет? Мне кажется, нет. Все это переборы уже заезжены. Все, вот, вот. Сейчас я проехал опять к светодиодному тюнингу. Потому что у меня в поездке, ну, я вчера показывал. Отвалилась подсветка. Прямо едем, едем. Она хоп и упала. Это уже второй раз, как я проезжаю. Первый раз просто она моргала. То есть там контакты не подходили. А сейчас просто отвалилась. Надеюсь, сейчас он сделает и все будет нормально. Тоже устал ездить к нему. Тем более, сейчас машина загоняется на неделю. А 20-го числа планирую съездить на такой, первый небольшой такой фестиваль у нас в Екатеринбурге. Добрый вечер называется. Вот. Регистрация проходит до 16-го числа. Сегодня понедельник 14-го. Ну, думаю, пофотку сейчас что-нибудь придумаю, выложу. Может возьму, не знаю, скажу, что там, ну типа нуарочки сейчас там приделаю в фотошопе. И будет интересно смотреться. Не знаю, посмотрим. Вот наконец-то сделал более-менее манометр. Так он сейчас аккуратно более выглядит. Осталось только вот эту рамку от бортового компьютера в черный покрасить. И чтобы все было одинаково. И будет вообще супер-пупер. Вот. Также наконец-то сейчас доделаем туннель на днях. Вот осталось там вырезать кое-что чуть-чуть еще под прикуриватель. И все. Ставим свою полочку для телефона. И все. Можно красить в черный. И будет у меня супер-крутая панель. В общем, такая вот серия получилась небольшая. Зашел сейчас в строительный магазин. Купил монтажную пену. Эпоксидный клей. И стекло... ну, сетку стекловолокна. Вот хочу попробовать сам клеить. Точнее сделать утиный хвост. На одиннадцатую себе. Потому что никто не берется делать. Вот решил попробовать сам. Что вот так. Ладно, будем закругляться. Начну прямо завтра клеить. Завтра заодно посижу к Сереге, посмотрим арочки. Точнее, как он их начнет делать. Если вообще, конечно, начнет. Ну, ладно. И все. В общем, не забывайте то, что в группе сейчас проходит конкурс. Конкурс, как всегда, репостов. Наверное, повысим ставки, если все получится. То есть, призов будет побольше. А пока, конечно, хочется сделать какой-то творческий конкурс. Какой-то поинтереснее, чем эти дурацкие посты. Но надо хотя бы раскручивать группы и канал. Ну, и вы должны мне в этом помочь. Поставив лайк, подписаться, поставить колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. Также зовите друзей. Говорите, вон тот петух собирает какое-то зеленое корыто. Давайте посмотрим по ржам. Ну, наверное, как-то так. Также, все ссылочки я всегда указываю в описании к видео. То есть, все найдете в описании. Что еще сказать, даже не знаю. Иду сейчас домой. Сзади какой-то мужик за мной прется. А палки нет, чтобы телефон держать. Я выгляжу, наверное, как ублюдок. Еще иду вдоль дороги. Потому что машина сейчас у Сереги. Да. Ну, ладно. Закругляемся. Сказать-то хотел. Не забывайте про конкурс. Он скоро, кстати, будет заканчиваться. Так что успевайте. Там пока 14 репостов. Так что Вполне есть большой хороший шанс выиграть Буксировочную петлю. Кстати, не дешевую, допустим. И наклонку для номера. GDM. Ну, как говорится, пока чем богаты. Ну, все. Опять же, не забывайте подписываться. Я уже который раз говорю, но правда. Кидайте везде по группам. Если вам, конечно, не сложно. Нужно раскручивать. Нужное. Я даже не могу найти спонсоров. А они нужны. Сейчас, кстати, уже будет скоро тысяча подписчиков на канале. Так что надо действительно уже действовать. Все, ребята. Увидимся в следующей серии. Пока. До встречи.